короче народ я вам не рассказывал я познакомился с одним парнем точно не помню по моему он или кубинец или португалец в общем он строит бетонные бассейны и уже не первый раз он приглашает меня для того чтобы убить удалять пень на которой они натыкаются пока они копают у него неплохой экскаватор то есть но почему-то не хватает то ли опыта то ли мощности то ли я не знаю чего вырвать пень я только что заехал и сделал себе рэмп его экскаватором не снял это вот а сейчас пойду удалять собственно сам пень он платит очень неплохие деньги за это первый раз я заработал за 30 минут 700 долларов вот в этот раз довелись за 450 потому что чуть-чуть легче пенек я сделал себе вот такой рэмп и сейчас будем спустаться и 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 ну что друзья глупила такой пень вот надеюсь что заплатят соответственно на таком катерпиллере поработал вот так что все надо будет выбираться едем дальше я закончил но этот пень был очень-очень тяжелый порни были очень глубоко поэтому давай сделаем 5 сетям хорошо годится так что когда ты вернешься или ты отправишь можешь мне отправить через зелье да я могу у тебя этот номер привязан к зелье да хорошо я вышлю так что я могу ехать и у тебя не ждать нет нет я уже далеко я еду в другой город на другой проект хорошо вышли тогда все 500 друзья за эту работу но оно того стоило потому что обстоятельства нестандартные то есть если просто пенек бы был и надо было бы подъехать и тупо сточить а здесь надо было и свои экскаватор на операторные скиллы использовать поэтому чуть-чуть дороже просто раз за такую же самую работу он мне заплатил 700 вот но в этот раз в тот раз вообще очень быстро получилось поэтому мы уравняли все друзья получил только что payment от мод и этого парня зовут moto компания максимус пулс называется вот получил payment все хорошо поэтому летим с вами дальше только что получил звонок от захаре этот вот этот вот парень который режет деревья которые иногда меня зовет топ не убрать то есть деревья погрузить он берется за все подряд я вам показывал как он купил себе новый прицеп я мы ему грузили бревна у него вот и он взял заказ вывести из заднего двора у какого-то человека землю сейчас я сгоняю поточу еще несколько дней а с вами я так думаю наверное переместимся сразу к захаре а Вот эту кучку надо вывести. Что мне сдать задом сюда? Ты думаешь, это не будет тяжело для твоего трака потом выезжать отсюда с уклона? Я не знаю. Мой дизельный трак, который у меня сейчас сломан дома, выехал бы легко, но этот, я на нем когда-то застрял. У тебя не полный привод? Слушай, я думаю, стой на дороге тогда. Я думаю, я выскочу, давай я сдам. Я думаю, я легко выскочу. Так что, попробуем сзади погрузить? Думаешь, мы сможем достаточно погрузить сзади? Хорошо, давай тогда так и сделаем. Что по поводу деревьев? У тебя достаточно заказов сейчас? Я сделал несколько, но можно больше. Слушай, может открою двери сначала? Я думаю, пусть будут закрыты. Ты тоже так думаешь или нет? Я думаю, для первых нескольких лучше открыть. Хорошо, потом закрою. Если мы уже сейчас остановимся, то сколько трейлеров ты думаешь? Если мы уже сейчас остановимся, то сколько трейлеров ты думаешь? Это занят. Я думаю, около 10. А если мы попробуем первую выгрузить? Я думаю, мы можем грузить больше, просто мое заднее колесо спустило. Мне нужно подкачать его. Посмотри, заднее левое колесо. Я не ожидал, что груз будет такой тяжелый. Давай кинем еще три ковша. Давай, может быть, закроем тогда дверь? Да, давай закроем дверь. И даем три ковша, и потом я накачаю еще колесо. Может быть, мы будем подкачать больше. Окей. Три ковша? Да, этот ковша и два ковша. Окей. Слушай, я загрузил еще два, но я переживаю. Давай сначала разгрузим его, потому что он очень низко сидит. Но все хорошо, поверь. Я переживаю только за колесо. Я знаю, что этот трейлер выдержит, если мы еще больше погрузим его. Слушай, давай сначала попробуем его разбудить. Я переживаю, что будут проблемы. Хорошо, давай разгрузим. Окей. Друзья, закидал первый трейлер из Ахарии. И все, и он не может выехать. Сейчас будем как-то пытаться толкнуть его. Окей. Что, погнали? Да. Дай я введу адрес. Куда ты едешь? Сними с ручника. Ох, я и забыл, что я стоял на ручнике. Поэтому я так сильно застрял. Что, серьезно? Да. Я вообще никогда не ставлю машину на ручник. Я не понимаю, почему он не едет. Короче, Захария что-то забыл ручник снять, оказывается. Я в шоке. Шестилитровый дизель не может вытащить трейлер. Я не понимал, что происходит. Когда я накачал колесо, мы будем грузить намного больше. Карастро она выглядит просто шикарно. А это колесо надо подкачать и все, и проблем не будет. У тебя есть насос? Нет, нет. Но дома есть компрессор. Я думаю, после этого съездим домой, это три минуты отсюда. Неплохо, неплохо. Повернись здесь, на улицу Aldo. Какой мотор здесь, ты сказал? Шестилитровый дизель. Я бы вылетел легко, если бы не забыл снять ее с ручника. Здесь очень хороший мотор, 400 лошадиных сил. Этот трек мощнее моего, но тот трек более тяговитый. Я поменял на нем подшипники, скоро я его запущу в работу. Я поменял ротор, подшипники, поменял. Еще какие-то детали. Видишь, где человек стоит, туда нужно сдать задом. Постарайся проехать как можно дальше, как ты можешь. Потому что нам еще много раз сюда возвращаться. Я понимаю. Это тоже украинец? Да, но он уже американец. Он живет с раннего детства здесь. Может быть с трех лет, я точно не знаю. А он чувствует себя неплохо. Да. Да. Как можно, по максимуму все здесь. Окей. Я не думаю, что оно все выпадет со мной. Да. А? Не знаю. Ко мне один раз такой приходил. Много чего-то. Туда-сюда ездить надо. Ну как бы. Надо ее толкать. Да. Так может сказать ему, пусть назад чуть-чуть. Да хорошо, что ты еще загрузил так. Знаешь, сзади. Да. Я думаю, что да. Зак, что ты думаешь, если ты попробуешь толкнуть назад чуть-чуть? Если я застряну, ты меня вытащишь? У меня есть трак, но он не полноприводный. Мой тоже не полноприводный. Не переживай насчет этого, я все равно здесь буду подчищать. Нет, ну я просто застрял. А, ты застрял. Когда я начну ехать, попробую толкнуть эту пластмассу под колесо. Давай. Я возьму сейчас еще две батареи для того, чтобы разгружать трейлер у меня дома. И еще поставим эту батарею на зарядку. Просто на всякий случай возьмем и поставим все батареи на зарядку, чтобы трейлер всегда поднимал. Почему этот мужик углубляет весь свой бэкярд? Потому что он строит дренажную систему из сливной ямы. В всем заднем дворе? Да. Да мы вернемся, я тебе все покажу. И поймешь. Ну, теперь я все понял. Они поменяли закон. Теперь дренажная система из сливной ямы должна быть выше, чем уровень воды. Когда ты посмотришь на соседский двор, ты увидишь, что за бред. Это очень глупо, если честно. Компания берет с него 40 тысяч долларов за сливную яму с дренажом. Все работало хорошо, но они поменяли закон. Давай пока я возьму батарею, ты накачаешь колесо, чтобы нас экономили время. Так, приехали к Заку домой, чтобы накачать колеса. Вот так живут реднеки. Это твой дом или ты арендуешь? Не, я арендую. Я сниму сейчас отсюда тоже аккумулятор, чтобы было больше. Я уже не рад, что взялся за эту работу, но не знаю. Сколько ты платишь за аренду этого дома? 925. Это дешево. Я надеюсь, что в следующем году я немножко вырасту по доходу и смогу купить себе свой дом. А, у тебя большая компания, много работы. Я не знаю, если ты думаешь, что это большая, но я могу вырасти. Ты можешь взять кредит. Да, но я не беру кредит. Я не живу в долг. Я плачу кеш за все. Или я не покупаю это. Смотри, как съела эту резину. Только задняя, а передняя неплохая. Но задняя сторона, наверное, из-за того, что разворачиваешься, ее подъедают. А, меняют местами время от времени. Да, я тоже так думаю. 80. Мы можем грузить намного больше. Теперь мы будем грузить больше и ездить быстрее. И привезем твой трак на то место, чтобы ты меня выдергивал, когда я буду застревать. Теперь мы не будем терять время. Но я не хочу грузить сильно много на переднюю часть твоего трейлера, потому что он может не потянуть. Да, это может случиться. Но смотри, как хочешь. Нет, это ты смотри, как ты хочешь. Я думаю, давай делать, как делали. Просто будем брать твой трак, чтобы ты меня дергал. Если бы мой этот трак был, мы бы легко выезжали оттуда. Я хочу поставить спарку на этот трак. Купить новую ось. Это не так уж трудно. Просто снимаешь эту ось и ставишь другую. Ее можно купить всего лишь за 1000 долларов. Просто поставил себе новую ось и все, у тебя спарка сзади. Слушай, Зак, сколько тебе лет? Мне 35. О, 35? Мне тоже 35. Ну что, пробуем сейчас загрузить второй. Головнячок, конечно. Головнячок. Маслица, по пят Deity. Я смог.' Приговорю. Маслица. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, друзья, еду за ЗАКом Потому что на месте разгрузки Он все время застреет Вот, и я его там вытаскиваю Хорошо, что нашли место разгрузки Рядышком, это сильно экономит нам время Короче, ситуация такая Заказчика Захария берет 1600 Вот, и договорились, что пополам делим По 800 Думали, что будет 5 трейлеров Но из-за того, что тяжело идет И трейлер Не приспособлен для этого Будь здоров, спасибо Скорее всего, будет больше трейлеров Вот, и плюс Мне еще надо ездить дергать его О как, сейчас было лучше Да, намного лучше Это весит очень много Я даже не подозревал, что земля настолько тяжелая Субтитры сделал DimaTorzok Что он пустой? Нет, я просто хочу проверить, что я могу ехать Да, он пустой Было 6 ковшей Думаю, что мы легко можем грузить 7 ковшей Да, давай еще один добавим Потому что было очень маленько Короче, работу, которую мы делаем Это для того, чтобы Сливная яма Вот видите, как холм здесь сделан А мы делаем, понижаем Для того, чтобы Когда он насыпет Короче, получается Вся система дренажа Будет просто встроенная во дворе Вот, и не будет такого холма Вроде, как бы так мне объяснили Четвертый трейлер отгрузили Вот, а сейчас Небольшой обзорчик машины Работяги в Америке Обязательно нож с собой говорит Никогда не знаешь На кого напоришься С прикольной такой рукояткой Вот, и да 7,5 тысяч он за этот трак говорит отдал Кондиционер не работает Жарко Ну, что есть Четвертый Еще два, я думаю А может и не два Надеюсь, еще два и все Родился в Америке Да В Луизиане Это когда-то была французская территория На самом деле Я шотландец Сделан в Шотландии Подписывайтесь Уши выключу пока камеру Давай потренируемся Подписывайтесь Подписывайтесь П или Б? П Подписывайтесь 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 Да, да Подписывайтесь Подписывайтесь Ник Ник Подписывайтесь Да, да Ну что, грузим сейчас шестой Я не знаю Осталось не так-то и много Надеюсь Шестой И еще, наверное, седьмой Субтитры сделал DimaTorzok Ты хотел бы купить себе самосвал? Не, я не хотел бы, потому что я землей вообще не занимаюсь Этот мужик просто остановил меня и спросил Не хочешь вывезти мою землю? Я ему сказал Да, в принципе, можно, почему нет? Этот трейлер не предназначен для земли Он очень слабый для этого Да, но я думаю, для дерева это то, что надо Что, насколько далеко ты хочешь вырезать этот кусок? Не думаю, что он сможет здесь взять Здесь идут корни вот этого большого дерева Но я думаю, что он может ковырнуть здесь попробовать Что тогда вот эту небольшую секцию еще подрезаем, да? То нет, ты думаешь, сможешь подрезать этот кусок? Что мне сделать? Просто вырвать корни? Да, просто вырубай Да, вырежьте мне отсюда до сюда Вырезай, кидай еще один ковш ко мне в трейлер И один ковш разровняем здесь И мы закончили Да, не трогай корни того дерева, чтобы оно не упало И вручную там все подготовим Просто сделай мне вот этот кусочек Это очень поможет моим парням не париться вручную здесь Я очень благодарен вам за это Да, сделаем, нет проблем Практически закончили Сейчас последний уголок подровняю И поеду к Марвину Растолкаю земельку, которую насыпали Ну что, друзья, вот так вот поработали 6 часов получилось То есть я уже разровнял все кучки, которые мы там отсыпали Навел порядок Эту землю, если помните, мы устанавливали этот келворд Отсыпали здесь вот эту стоянку Вот, и сейчас мы высыпали землю для соседского участка Благодаря тому, что этот парень, друг мой Марвин, дал проезд к соседскому участку Мы сэкономили просто немеряно времени Так как ближайшую точку, где можно было возить, это был 40 минут А мы возили в 6 минутах, получается Вот место загрузки Все получилось Едем отдыхать Друзья, забыл сказать самое главное Если вам интересно слушать мои диалоги С местным американским населением в оригинале Без всяких переводов Переходите на канал по ссылке в описании Или в закрепленном комментарии Вот Туда я просто скидываю все диалоги Вы можете слушать речь носителей Для того, чтобы улучшать свой английский язык Кстати говоря, для тех, кто учит английский язык Или планирует переезжать Это самое главное Слушать местную речь Потому что Я начал распознавать какие-то слова Только спустя, может быть, полгода Учитывая то, что я занимался английским в Харькове усиленно Перед тем, как ехать сюда Вот Так что Мой английский очень корявый Я с этим даже не спорю Мне учить его некогда Я учу его так В работе сразу Так что Кому интересно Добро пожаловать Подписывайтесь Да, да Субтитры сделал DimaTorzok